Хей! Как дела? С вами снова морская свинья. И что же, я там думала, как нам с швыри в том нашем разобраться, и не разобралась в итоге. Потому что, блин, у людей там проблемы ещё похлеще, чем вот эти жирные буквы, которые у меня. Там и на украинском выходит, потом всё, то на японском. И я решила уже, давайте уже так будем проходить, потому что я не знаю, как ещё. Как нам найти что-то вот здесь, если мы не можем зайти? Я не понимаю. Вы понимаете? Она спряталась куда-то. О, мы вошли в дом! Оказывается, просто эти ягоды съедобны. С этими RPG-мейкерами всегда вот какие-то проблемы, знаете? Ну, потому что, блин, у кого-то нормально шрифт идёт, да? Вот у кого-то. А у кого-то нет, и всё. По-видимому, они сломаны, у них тоже нет стрелок. Бедные часы. Интересно, можно их как-то починить? Мне всегда страшновато вот так находиться рядом с вазами. Было бы плохо, если бы я случайно разбила их. По-видимому, вот там внутри есть что-то блестящее. Ветряной ключ. О, ну, может быть, полезен. Какой ещё ветряной ключ? А, просто ключ, да? Ну и, конечно, вот видно, что всё-таки... Игры на RPG-мейкере... Блин, что, опять дождь, что ли, начался? Постоянно, как я играю, что-нибудь... Может, это вот от этого ключ? Блин, нафига тогда мы вообще взяли его? Может, для чего-то это понадобилось? Вот, например, вот так. Да, вот. Господи, мы просто так взяли и ушли. Они снова работают, даже хоть у них нет стрелок. Что-то выпало тут-туда? Стрелка часов. Возможно, одна из стрелок 200 часов? Чудесно. Тут на кончике выгравлена буквы. Короче, какая-то буква. На остальных стрелках тоже есть буквы. Эта картина в точности повторяет стену. Кто-то, должно быть, сильно любит эти стены. Нормально, кто-то нарисовал стену. Но это вообще... Круто, конечно. В принципе, у многих была проблема, да, с водой Нахарой, но у меня это проблем не было. И я такая радуюсь, блин, ура! Я крутая! Хоть я могу разделить какую-то вещь наверху. Коробок-спичек, коробок. Ну, тут, видимо, не будет ничего. Зерно? Кому-то, знаете, так много зерна в мешках. Покушать? Возможно, я могу использовать несколько для того, чтобы зажечь камин. Взять дрова. Холодные пустые. Если теперь так подумать об этом, всем в доме прохладно. У меня есть спички над дрова. И дрова. Надеюсь, никто не против, что я зажгу его. Зажигай, девочка, зажигай. Опа! Эй! Чё там смотришь-то? И ничего? Ну, думаю, всё в порядке. Подождите, тут есть что-то внутри. Стрелка часов. Ю? Или что это такое вообще? Ну, ладно. Пусть будет Ю. Какая успокаивающая сцена. Травяные поля выглядят так... Мирно. Я думала, кашерно написано. Нет, да? Думаю, такого тут не писали. И поэтому, даже знаете, если вот что-то не идёт в игре, там шрифты какие-то, не стоит расстраиваться. Потому что у меня хоть даже жирный текст, видите, но я всё равно его читаю. Выглядит довольно удобно. Хотя сейчас мне требнее спать. Я всё равно для вас буду читать это. Я тоже постоянно забываю о стаканах с водой. О, я тоже, кстати. У меня вон, кстати, стакан с водой. Тут есть записка. В ней написано. Что это значит? Короче, это где-то здесь, значит. У закатного неба такой красивый цвет. Прячься в тени янтарного цвета. Возможно, это отсылка к этому? О, за ней ещё одна записка. Это говорит. Я жив, но не двигаюсь. Что я? Где я? Такие странные записки. Я жив, но я не двигаюсь. Вон, цветок. Растения в горшке. Очевидно, растения не движутся, но они живые. И записка отсылки к этому. О, вот, как я и думала. Здесь ещё одна записка. В ней написано. Есть кое-что страшнее, чем монстры под твоей кроватью. Это стрелки часов под твоей кроватью. Что-то страшнее. Ха, мне нужно посмотреть под кровать. Погляди-ка. О, это стрелка часов. Это действительно страшнее монстров? Не думаю, что понимаю это. А, но время, типа, то, что ты состаришься. Или что-то бесценное время. Так, мы уже нашли три стрелки. Слушайте, мы с вами молодцы такие. Осталось только четвёртую найти. Я сегодня видела так много растений. Местные люди, должно быть, их сильно любят. Подождите, похоже, что-то за... Это закопано. Деревянная ручка. Это от шкафа какого-нибудь. Пропала ручка двери. Так я не могу открыть её. Но, похоже, эта ручка подходит. Должна попробовать. Хорошо, это сработало. И внутри стрелка часов. Ну всё, мы молодцы. Мы всё сделали. Мы настоящие герои. Тут на дереве так. Думаю, каждая стрелка должна указывать на число. И это начинает меньше походить на часы. Куда мне поместить стрелку с Б? Да уж, отлично. Ладно, сейчас я подумаю. Ну, стрелка с Б, с Б. 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 Наверное. Не подходит? А! Тут, в принципе, не прогадаешь, да? Тут... Теперь с Ю. Так, ладно, я понял. Ну, а что тогда? Так, с Б, с Ю. Как-то не подходит. Она что, шутит, что ли? Так. Всё! Ей! Бум-бум-бум. Вот, готово. Все стрелки на своих местах. Ура! Давай, дедуля. Идеально! Все стрелки часов вернулись в своё место. Теперь библиотека должна открыться. Я пойду и проверю. И снова спасибо за твоё доброту. Я продолжу свои поиски в этой зоне. Ну что, ящерка, ты пустишь нас в этот раз? Хорошо, библиотека теперь открыта. Только смотрите и не шумите там. И всё должно вернуться в своё место. Ладно? Хорошо, спасибо большое. Так, а что мы ищем? Пустоватых книг. Пустых книг. Это как пустые книги, можно. То есть... А, на них ничего нет, что ли? Написано? Море ночью. Хотелось бы мне самой когда-нибудь встретить на море. Буквы в этой книге ещё не высохли. Я прав, я ошибаюсь. Возможно, ни то, ни то. Тем не менее, чтобы найти правду, которую я ищу, я пойду туда снова. За этими дверями простирается мир. Мой мир. Безграничное убежище. Переменяющееся под звёздами. Итак, здесь конец. Интересно, кто написал это? Возможно, Люк? А, тут что-то есть под этой книгой. Маленький ключ. Полагаю, в конце концов, пища перроня здесь нигде, я его не вижу. А, ну да, его нет. Думаю, что своё дерево берёт всю работу на себя. Тогда, может быть, это в этом доме? Я не знаю. Ой, тут прям вообще сказка. Фонтан. Вода выглядит очень чистой. Девочка. Хватит. Ты. Ну, стоять. Возьми это. Пища перроня. Это пища перроня. Люка? Да, я поза... Позаимствовала его. Оно мне было нужно, чтобы сказать тебе кое-что. Ты тот человек, которого я ищу? Ты знаешь, где она? Тот человек. Я не он. Я кое-кто другой. Тот, кого ты ищешь, находится дальше. Ты должна идти, она ждёт. Тогда ты правда... Я должна вернуть это Люку. Это беспредел какой-то. Девочки. Блондинки-девочки какие-то. Люк! Люк! Люк, иди сюда. Это твое пища перо, верно? Не может быть, ты нашла его. Потрясающе. Никогда не смогу отблагодарить тебя. Но я сожалею, что не могу помочь тебе найти твою подругу. Позор на мою голову. Я не мог найти даже своё собственное пища и перо. Всё нормально. Теперь-то оно вернулось, верно? Благодаря тебе я чувствую, что несомненно скоро придёт вдохновение. Я тут же приступлю к писательству. А, мне тоже стоит пойти. Мне нужно найти кое-кого. Желаю тебе много удачи в твоих поисках. Может, ты скоро найдёшь свою драгоценную подругу? Может быть, может быть. Ну всё, пойдём. Давайте сохранимся. А что? Текст, в принципе, приемлемый. Я просто там текст установила и там на украинском столе. И откуда-то нет. Всё. Лучше уж давайте снова моё. Полить росток. Что? Бутылка исчезла. И какой-то огромный свет исходит от этого растения. Что ж, друзья. Это самая мимимишная игра за всю историю игр, сделанных в РПГ-мейкере. Нет, вы только посмотрите. Это же космос. Это просто космос. Тот человек ждёт меня за этой дверью. Да. Наконец-то мы вернулись в свой обычный мир. Вы прикиньте? Мы вернулись в свой обычный мир. О, господи. Это наша подруга? Почему она выглядит как панк какой-то? Ну ладно. Девочка? Это мальчик, на самом деле. Эээ, привет. Привет. А, это девочка. Блин, прикольный нарисован. Я ждала тебя. Ты это... Я? Если это то, как ты видишь меня, то это не так уж неверно. Но я рада, что ты наконец-то здесь. Знаешь, это хорошо. Неужели? Но я всё ещё не уверена в том, где нахожусь. Я скажу тебе. Помнишь то место, где ты была до прибытия сюда? Я была на вечеринке? Нина... Нина попросила меня составить ей компанию. Хотя и не так уж хорошо в подобных случаях. Прежде чем я это заметила, я потеряла её из виду. Я смотрелась на нигде и не увидела её. Поэтому ты подумала, что она ушла без тебя, верно? Да, возможно. В смысле, я бы не... Не винила её, если бы она забыла, что я здесь. Видишь? Вот почему ты в итоге оказалась в этом месте. Ты заблудилась. Заблудилась в мыслях. Вот где ты. А? Не понимаю. Видишь ли, заблудиться в своём собственном разуме довольно нормальная вещь. Всё это делает время от времени. Но не у всех есть способность быть здесь физически. Вот почему в определённом смысле это хорошо. Тогда я не сплю, верно? Нет, ты находишься здесь. Ты не спишь. Просто немного потеряла. Потерялась. Могу я вернуться? Нина всё ещё там? Кто знает, одна ты решила, что ушла без тебя. Видишь ли, ты можешь решить, что делать тебе. Но на этом всё. Ты не можешь контролировать чужой разум. А уж тем более действие. Это вид магии и сила, которой ты пока не владеешь. Это также огромная ответственность. Поэтому сейчас продолжай идти. У тебя уже есть своя собственная особая способность. Я немного запуталась, но спасибо тебе. Ээээ... Спасибо мне. Хех, видишь. Разговоры сами с собой иногда могут быть полезны. Ты можешь многому научиться. Но теперь тебе нужно идти до того, как начнётся дождь. У меня уже дождь начался, так что я уже опоздала, друзья. Верно, мне. Она, возможно, ждёт меня. Ох, от дождя. Вот, мне дали его до этого. Ха? Ох, какой красивый зонтик. Он немного маловат для меня, так что ты можешь взять его. Спасибо, я буду дорожить им. Прежде чем идти, помогу я посидеть на место снова. Если это то, чего ты хочешь, тогда, конечно, можешь. Хорошо, тогда я приду. Ну, я до скорого свидания. До скорого свидания я. А теперь иди. Есть кто-то, кто ждёт тебя. Она ушла? Ох, это... Белый зонтик. Спасибо тебе, я. Не за что тебе, я. Ох, ты такая милая. А, ладно. Опять спускаться? О, мы вернулись. Мия море. Ох, это очень красиво. А, чёрный зонт. Нина. Стелла! Где ты была? Я волновалась, что ты могла уйти без меня. Прости. Всё в порядке, наверное, это была моя ошибка. Я знала, что тебе не нравятся толпы, но всё же попросила пойти со мной. Всё хорошо, я не против ставить тебе компанию. Плюс, это было даже немного лучше, чем я ожидала. Тогда я рада. Ну, уже довольно поздно, так что давай возвращаться. Да, давай возвращаться. О-о-о. О-о-о. Тут милота прям зашкаливает уже. Смотрите, как идут под музыку прям. Тык-тык-тык-тык. Спасибо за игру. О-о-о. Блин, какая клёвая картинка. Они такие милые в платьишках. Это всё? Ура! Это была концовка. Ну что же, это была такая необычная, такая милая игрушка. Мне понравилась она. Она была не сложная, она была не нудная. Была такая, ну в принципе, не прям шедевр и не прям отстои. Средняя хорошая игра, в которую можно, в принципе, поиграть. Мне понравилось, что она была не особо длинная. Потому что, если бы я сейчас начала снова длинную игру играть, то вы знаете, как бы это затянулось. А тут всего две серии, и мне понравилось это. Ну что ж, пишите свои комментарии, как вам эта игра. Хотите ли вы ещё какие-нибудь игры, предлагайте их в комментариях, группе ВКонтакте, там есть тема, можете прямо на стене писать. Всё, что хотите, делайте. Подписывайтесь, лайкайте, рассказывайте друзьям, своей семье, бабушкам, дедушкам. Вы все знают, что такие игры есть. И они клёвые, и они милые, и добрые. Ну что же, с вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения. Всем желаю такой же дружбы, как у этих девочек. Когда они так искали друг друга, аж не могли выйти без друг друга. Прям вообще такая привязанность друг к другу. Всё, я пойду. У меня как раз дождь закончился, вот прям как будто игра закончилась, да, всё так хорошо, радостно. Я буду продолжать дальше играть в те игры, которые мы начали. Ну что же, всем удачи и пока!